Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Вот о чем расскажем в этом выпуске. В Барнаул приехал первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Турчак. Расскажем о цели визита. В Рубцовске объявили войну торговым точкам, которые круглосуточно торгуют алкоголем. Почему жители города разделились на два лагеря? Тренировки на свежем воздухе в парке юбилейном уже начались бесплатные занятия. Итак, главное событие сегодняшнего дня – приезд одного из лидеров партии «Единой России» Андрея Турчака. Сегодня совместно с губернатором Виктором Томенко он провел совещание по газификации региона и затем посетил несколько районов Алтайского края. Об этом мы подробно расскажем в ближайших выпусках, а пока зачем Андрей Турчак решил посетить Нагорный парк в Барнауле. Эта набережная тоже очень долгожданный объект для населения, для гостей города. Она действительно еще в советское время планировалась и к 2018 году была построена. И сразу стала одним из самых популярных мест среди жителей Барнаула. Сегодня в Нагорном парке почетный гость Андрей Турчак, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия». Политик оценил, как менялось пространство в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды. Кстати, возможно, скоро Нагорный парк может стать знаковым местом и еще по одной причине – если здесь установят стелу город трудовой доблести. «Самое важное, что решение по представлению заявок на эту номинацию принимают люди. И здесь в Барнауле было обеспечено народное голосование. Всего приняло участие порядка 180 тысяч человек. Это говорит о многом. И главное, о чем это говорит, о том, что за счет вот этого проекта мы смогли еще и вернуть к исторической памяти молодое поколение». «Молодежь, которая сегодня проявляет большой интерес к малой родине, будет сподвигать на получение образования и приложение своих усилий для прославления Алтайского края». Указ о присвоении Барнаулу звания города трудовой доблести был подписан президентом 20 мая этого года. Во время формирования заявки было поднято более 300 архивных документов. Напомним, во время Великой Отечественной войны на Алтай было эвакуировано около 100 предприятий. Из них 14 крупных в Барнаул. О трудовой доблести говорят и цифры. Каждый второй винтовочный патрон делали в Барнауле. Кроме того, в городе выпускали дизели для танков Т-34, ткань и не только. Кстати, название города трудовой доблести претендует и еще три алтайских города. «К ним относятся у нас, естественно, Бииск, Новоалтайск и Рубцовск. Мы все три города будем представлять на присвоение им статуса. По максимуму отработаем, подготовим все документы и, естественно, будем сопровождать в случае каких-то уточняющих вопросов со стороны Академии наук или следующих инстанций, где будет этот вопрос рассматриваться». А уже совсем скоро станет ясно, где именно в Барнауле установят стелу города трудовой доблести. Изначально жители краевой столицы предложили 23 варианта, однако сейчас рассматривается уже 11 мест. Среди них Нагорный парк, Площадь Октября, Проспект Строителей и другие. Добавим, теперь в Барнауле, как и в других городах трудовой доблести, будут пускать праздничные салюты 1-9 мая и в День города. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком. Делегация с Андреем Турчаком сегодня посетила Первомайский район. Там сенаторов вместе с губернатором края обсудили важную проблему доступности овощного набора. Почти полторы тысячи гектаров под зерно и овощи. Из них целых 200 гектаров картофеля. В пересчете на урожай за сезон местное сельхозпредприятие собирает 6 тысяч тонн. Казалось бы, весомо. Но если раньше за килограмм картошки покупатель отдавал около 20 рублей, то этим летом в разы больше. Стоимость резко подскочила. На предприятии, объясняя, сложилось несколько факторов. Подорожали бензин, средства для защиты, семена, да и сама логистика не подешевела. Но местные рабочие уверены, это ненадолго. В Алтайском крае овощи на данный момент завозные большую часть, поэтому здесь может еще связываться и с этим, везут с южных регионов. Мы только вышли копать, поэтому на данный момент сейчас цена начнет падать в Алтайском крае. Овощное поле стало еще одной важной точкой в расписании сенатора Андрея Турчака. Политик лично поинтересовался у местных фермеров о том, из чего складывается цена и о перспективах урожая. Потому что 70% производимого картофеля поставляется в социальную сферу. Это больницы, детские сады, школы и даже для Росгвардии. Причем цена для всех одинакова. Я думаю, что в течение ближайших двух недель с федеральными сетями этот вопрос доработаем. Очевидно, что ценник упадет первым тактом через две недели, и второе снижение мы планируем уже к концу августа. Но самое главное, чтобы региональная власть в свое плечо поддержки фермерства оказали. Здесь Турчак четко обозначил цель – развивать ярмарочную торговлю. Снижение цен будет стопроцентно, если эту отрасль увеличить в два раза, уточнил сенатор. Может быть, после этого мы не увидим больше рост цен на овощи. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. К слову о продуктах. Алтайские предприниматели приостановили производство гречки. У них начались проблемы со сбытом, так как с 5 июня в России введен запрет на экспорт крупы. И продлится он до конца лета. Мы просто с экспорта перешли на российский рынок и на нем работаем. А часть заводов, у которых сильно не получается, они остановились в данный период времени. Вот и все. Перераспределение рынка произошло и все. Как бы, конечно, с экспортом намного больше торговли. И люди работают, и люди обеспечены. По данным помещиков, в Алтайском крае встало почти 40% предприятий. В управлении пищевой промышленности пояснили, что знают о непростой ситуации, но подчеркнули, что предприятия работают с учетом рынка сбыта. А если его нет, то и не работают. Другие бизнесмены пояснили, что из-за нерентабельности производства просто встали на ремонт. Добавим, что запрет на экспорт в течение лета вводили для того, чтобы урегулировать скачки цен на крупу и обеспечить внутренний рынок ее запасами. Однако в сфере переработчиков и сельхозпроизводителей есть опасения, что ограничения могут привести к банкротству некоторых предприятий. Такая торговля нам не нужна. Некоторые жители в Рубцовске уже продолжительное время борются с торговыми точками, которые круглосуточно реализуют алкоголь. Причем все это происходит недалеко от детских зон, игровых площадок или образовательных учреждений. Валентина Аскерова провела свою проверку. У меня нету выше 4 центов ничего. У вас вот прям в киоске стоит бутылка, на ней написано «Крепость 6,5%». А, ну это коктейль, наверное. Коктейль за 130 рублей продавец спешно убирает с прилавка. Эта торговая точка в Рубцовске, кажется, работает по своим правилам. После нашего вопроса продавец получает от директора новые указания. Продавать 6% алкоголь не имеют права, признает сотрудница киоска, но настаивает на легальной продаже 4% пенного. Круглосуточный ларек расколол Рубцовский поселок на два лагеря. Часть жителей всеми руками за подобный магазинчик прямо у дома, другие категорически против. Ларек, к слову, в двух шагах от детской площадки. Как можно допустить, что рядом с детской площадкой, где занимаются дети, где проводятся праздники детские, и через дорогу ларек, который торгует пивом. Вот люди мне написали заявление, что здесь продают самогон круглосуточно. И когда здесь магазины закрываются, пиво берут в этом киоске, приходят вот здесь на детскую площадку, распивают, забрасывают ее бутылками. Обеспокоенные родители написали письма и в полицию, но даже не ожидали такого исхода. Когда мы обратились, получилось так, что наши фамилии и имена озвучили, и люди стали возмущаться по поводу нашего заявления. Люди, местные жители, которые за этот киосок? Ну и некоторых, которых устраивает такая ситуация, что там продается в любое время, и то, что хотят. Полиция как дело закрыла? Понятия не имею. Никакого ни ответа, ни привета. Мы тоже обратились в полицию. Нам сообщили, что этот ларек проверяли уже несколько раз и выявляли нарушения. Факты реализации продуктов самогоноварения не подтверждаются. Осуществлено три проверки. Составлен административный протокол по статье 14.16 Кодекса об административных правонарушениях. Это торговля в неустановленное время. В настоящее время проводится экспертиза. Материал будет направлен в суд для рассмотрения. На вопрос, есть ли в киоске разрешающие документы на торговлю алкоголем, правоохранители заявили, что не комментируют этот момент. Не комментируют и власти Рубцовска. А между тем, тот ларек не единственный, расположенный в непосредственной близости от детей. Школой буквально в двух шагах находится такой же ларек, где, по словам родителей и директора школы, продается не только алкоголь, но еще и наркотики. Это слова мальчика о продаже наркотических веществ, а пенный напиток рядом со школой, как видим, продают. Кстати, в общественном доступе мы не нашли нормативных документов по поводу расстояния между алкоточками и образовательными учреждениями Рубцовска. Но если опираться на барнаульскую норму, то она следующая. Продажа алкогольной продукции. Далее по тексту я не буду считать. До стационарных объектов торговли, вот указанных ранее объектов образования, медицинской деятельности и прочее, составляет 40 метров. Соответствуют ли расстояния нормативу, выясняют надзорные органы. Но, к слову, прямо под носом у администрации Рубцовска тоже есть такая торговая точка. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Еще одно место для прогулок горожан появится в Барнауле уже будущей весной. На улице Приречной обустраивают сквер, в котором будут лавочки, велодорожки и даже территория для обучения ландшафтному дизайну. Как и когда изменится еще одна зеленая зона Барнаула, расскажет Анна Рашагирова. Эта зеленая территория сверху выглядит вполне ухоженно, как будто настоящее спасение от каменных городских джунглей и суеты. Поближе картинка меняется. Вместо сквера едва проходимые тропинки и густая поросль. Все это еще предстоит убирать, спиливать и вывозить, чтобы создать в городе еще одну зону отдыха. Новый сквер появится буквально не на новом месте. Еще в советские годы здесь и был сквер, о чем напоминают вот эти асфальтированные дорожки. Правда, со временем здесь все чаще стали появляться любители совсем нездорового отдыха. Мусора здесь и правда, наверное, больше, чем рыбы в рядом журчащей Барнаулке. Волонтеры едва успевают менять пакеты. А вот для некоторых жителей Приречной эти тропы стали привычным маршрутом от дома к работе. Как все обустроить, здесь уже знают представители фонда греко-римской борьбы. Их офис буквально в 100 метрах. Они-то и обратились несколько лет назад с инициативой в администрацию города. Здесь очень много нам нарисовали плиточного покрытия, мы его не будем использовать. Решили, что сквер будет под направлением эко. То есть мы оставим ту зелень, которая здесь в принципе растет, мы оставим те деревья, которые есть, потому что они здесь шикарные, создают очень красивую тень в сквере. Инициаторы проекта говорят, переживали, что еще одну зеленую территорию города покорят многоэтажки и торговые центры. Но в администрации города успокоили. Территорию под застройку не отдадут, а наоборот, помогут. Уже скоро будет составлена смета, назначен подрядчик, а едва проходимые тропы станут полноценными дорожками. Появится велодорожка. Появится велодорожка, которая сможет увезти любителей покататься на великах, опять же, на Арбат, и там совершать свои маршруты. Здесь будут удобные лавочки, урны, видеонаблюдения и клумбы. Тут уже без сметы ясно, что деньги понадобятся немалые. Проект все еще в поисках предпринимателей, которые смогут помочь. Помочь не деньгами, а именно своими силами. Кто-то, возможно, займется светом, освещением. Кто-то поставит здесь видеонаблюдение. Есть ребята с Новосибирска, которые готовы поставить здесь лавочки. Вообще, создание подобных зеленых территорий в городе набирает обороты, говорят специалисты. За дело принимаются те, кто зачастую просто хочет сделать город лучше. В принципе, это такой всемирный тренд, и он не недавно появился. Это уже последние десятилетия во всем мире, когда человечество все больше и больше стало задумываться о той среде, где мы живем, о том, как на нас влияют города, на наше здоровье, самочувствие, психологическое состояние. А вот сквер на Приречной появится уже следующей весной. Большим подарком он будет как раз для тех, кто живет неподалеку, поскольку раньше зоны отдыха у них не было. Анара Шагирова, Андрей Печоркин. День с толком. Пользуйтесь светом от окон. Такой совет жителям Барнаульской многоэтажки, во дворе которой круглогодично нет освещения, управляющая компания дает уже дважды. Сначала лично жильцам, а теперь и нашему телеканалу. Причем на наш запрос даже не составляли текст. Директор компании Юлия Федорова просто прислала скрин ответа, адресованного жильцам еще 12 мая. Об этой ситуации мы рассказывали накануне. Жильцы сняли для нас видео, как добираются по вечерам до своих подъездов, чтобы не получить травму. Только с фонариками или светом от телефона. Это летом, когда темнеет поздно. Зимой люди с ними не расстаются вовсе. В ответе управляющая компания поясняет, что фонари на детской площадке используют только для праздничного оформления зимой, потому что устанавливали их силами самой управляющей, а не застройщика. А про то, что света нет и у подъездов, в компании, видимо, не знают. Управляющая компания не располагает сведениями о постоянном отсутствии в ночное и вечернее время искусственного освещения входных групп подъездов многоквартирного дома и об отсутствии освещения в самих подъездах. Напомним, коммунальный юрист советует в такой ситуации обратиться в суд о принуждении УК принять необходимые меры либо сменить компанию. И еще немного о Барнаульских парках. Юбилейный победил в ходе голосования за общественные территории, которые благоустроят уже в следующем году. Возрождение огромного парка будет проходить в рамках проекта «Жилье и городская среда». Планируется, что первым делом в парке создадут дорожную сеть, тротуары и установят фонари. Вместе с тем общественники подчеркнули, что отдых в парке для горожан должен быть безопасным. Окончательный проект дизайнеры разработают уже через месяц. Он должен удовлетворить наибольшее число барнаульцев. А вот начать работы планируют уже в следующем году. Кстати, парк уже начинает наполнять новой жизнью. Этим летом в юбилейном стартовал бесплатный фитнес. Тренировки на свежем воздухе. Держим. Ну, девчонки, ладно, отдыхай, а ты делай. Силовые кардионагрузки, дыхательная гимнастика, упражнения на выносливость. В парке юбилейный собралась группа желающих совершенствовать свою грацию и пластику. На открытом воздухе больше нравится, интересно. Энергии больше от земли, от природы, от всего. Что здесь планируете подкачать? Все, попу, все, все мышцы. Занятия проходят два раза в неделю абсолютно бесплатно. С собой коврик, вода и отличное настроение. Разные направления имеются. В основном это силовой тренинг, функциональные тренировки. То, что у нас без оборудования тренировки проходят, мы все равно стараемся по максимуму включить все основные группы мышц. Спину, ноги, какие-то дыхательные техники. Парк юбилейный – это огромная зеленая территория прямо посреди города. Кстати, это самый большой парк Барнаула. И, пожалуй, самый заброшенный. Во всяком случае, таким он был до этого года, когда общественники и жители-энтузиасты принялись возрождать юбилейный. Здесь периодически проходят субботники. Волонтеры угосят траву, пилят авариды и деревья. Сейчас зеленая зона требует к себе повышенного внимания. Нужна инфраструктура. Но то, что сюда начали приходить горожане и заниматься спортом – уже огромный плюс. И знак для всех, кто считает юбилейный неживым. Во всем мире парки служат для общения людей, для создания сообществ по интересам. И это должен быть парк, в котором будет интересно и с семьей погулять, и с девушкой, и уроки прогулять, и прийти после студенческой какой-то тусовки сюда. Мы думаем, что здесь все будет. В следующем году здесь начнут обустраивать тропинки. На это выделены федеральные средства. Ну а пока вперед за отличной формой и новыми знакомствами. Ирина, очень приятно. Владимир. Палитина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции – 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Ну а через несколько секунд по традиции о погоде и спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!